Местное производство не сбавит обороты. Съёмочная группа телеканала «Север» встретилась с представителями Неницкой агропромышленной компании, чтобы обсудить вопросы импортозамещения. Подробности в материале моей коллеги Елизаветы Кабановой. Неницкая агропромышленная компания обеспечивает население заполярного региона молочной и тепличной продукции. Из-за логистических особенностей округа всё необходимое сырьё и оборудование закупается и завозится в регион заранее. Нынешняя экономическая ситуация в стране пока никак не задела местное производство. На сегодня закуплено и поставлено всё необходимое для проведения сенокосной компании, запасные части, плёнка для агрострич, для заготовки сена. Также закуплена тароупаковка для молочной продукции. Ежедневно на производство поступает 4,5 тонны молока, из которого получается около 2,5 тонн пастеризованного, 300 кг сметаны и 200 кг детского питания. Также в зависимости от нужд бюджетных организаций Неницкая агропромышленная компания производит от 500 до 1000 кг кисломолочной продукции. Оставшееся молоко идёт на производство творога. Для сметаны, йогурта, снежка и ряженки используется закваска импортного производства. Но связано это с тем, что когда компания выходила на рынок, русских аналогов в стране не было. Однако мы также одинаково работаем как на импортных, так и на отечественных заквасок. Для производства бифилайфа, локтиналя мы используем закваски и бифидокультуры отечественных производителей. 60% сырья для производства от отечественных компаний. Оставшиеся 40% – это импорт. Но есть аналоги на российском рынке, и Неницкая агропромышленная компания сейчас рассматривает их предложения, выбирая по качеству продукта. Что касается кефира, то тут используется закваска на кефирных грибках, которую работники Неницкой агропромышленной компании производят сами. Саму эту закваску наша лаборатория производит ежедневно. У нас имеется определённое оборудование, обученный и закреплённый персонал, который ежедневно проводит пересадку этих кефирных грибков. Продукция местного производителя натуральная. Всё соответствует стандартам и рецептуре. Например, в йогурт добавляется сухое обезжиренное молоко, но его в концентрации всего лишь 2%, так как это необходимо по рецепту, чтобы содержание белка было в пределах нормы, поскольку йогурт – высокобелковый продукт. Хочу отдельно отметить сухое обезжиренное молоко, которое мы также используем. В год мы закупаем примерно 500 кг сухого обезжиренного молока отечественного производителя, высокого качества. И нам вот этого количества вполне достаточно – в год 500 кг. Оборудование для молочной продукции – отечественное. Единственное, что используется в производстве импортное – это специальные насосы. По словам Леонида Чебыкина, эту проблему можно решить. В Ненецкой агропромышленной компании также производят тепличную продукцию – всеми любимые огурцы, зелень и другие овощи. Семена огурцов, томатов в этом году у нас российского производства. Российской селекции, правильно сказать. Фирма «Гавриш» на российском рынке. Сорт «Танто» огурец в этом году посажен. И мы в этом году перешли на малобъёмную технологию. Кстати, для малобъёмной технологии нужна специальная минеральная вата, которая также российского производства. Семена цветов в основном закупались за рубежом, но запасов хватит ещё на год. А в случае дефицита есть московский комбинат, с которым у Ненецкой агропромышленной компании налажен контакт. Все удобрения, торф, а также новое компьютерное оборудование от отечественных производителей. Вот эта линия тоже фирма «Агротип». Это тоже российская. Я знаю, что сейчас столы льют на российском производстве. Думаю, что если будут проблемы у нас с заменой, так знаем, куда обратиться. По словам Леонида Чебыкина, объём производства останется на прежнем уровне. 90% оборудования – отечественное, а для 10% оставшихся можно найти аналоги на российском рынке. Высокий спрос на отечественное сырьё позволил появиться в стране новым производителям, которые могут покрыть дефицит.